Привет, ребята! Новый день, возможно, новый влог. Мы с Анютой и со Славой приехали в дом моего дедушки. Теперь дом моего папы. Вот такой он. Захотела его запечатлеть. Да, таким, какой он сейчас. Я здесь, получается, не была 5 лет. Дедушка этот дом несколько раз перекрашивал. Покажи, покажи. Чего? Это Георгий, сын нашего родственника Гелы. Это кто? Кто? Камера это. Где? И про кого? Вот, видишь, какая маленькая? Класс! Ребята, я к вам с супер-пупер новостями. Мы со Славой сняли новенькую реакцию на шоу «Мама в 16». Несмотря на то, что в каждом выпуске мы знаем, что будет. Девочка с 16 лет забеременеет. Но там постоянно какие-то интересные ситуации, которые могут произойти с кем угодно. Будь то ссора со родителями, измены, драки. Просто что там только нет, если честно. Негде жить, а не на что ребенка там как-то поднимать. Но и каждый раз это вызывает у нас бурю эмоций, комментариев. Каждый выпуск получается какой-то необычный, не похожий на предыдущий, эксклюзивный. И наши темы, которые мы обсуждаем, они тоже получаются какие-то эксклюзивные. Мне кажется, интересные. Надеюсь, что вам понравится новенькая реакция. Ссылочку оставила в описании. Так что обязательно переходите, смотрите. Обязательно подпишитесь на мой Рутюб-канал. Потому что именно там я буду выпускать самые интересные эксклюзивные ролики. Про ремонт в квартире, на даче. Скоро покажу весь полностью дизайн-проект, который нам подготовил наш дизайнер для дома на даче. Обязательно подписывайтесь и смотрите нарезку с реакцией. Есть женщины, которые вообще не думают о своих детях. Ты не могла быть более простым ребенком? Такой вроде уравновеченный, не бьет ее. Ну так себе. Коляску не купил, не обещал. Стиральной машинки нету. Какая-нибудь автокотелка была. И в итоге он оказался гедиком. Мы оба крысы, мы оба терпилы. Он не бьет. Совсем баба кукухой поехала. А этот стул меня раскачивает. Я предохранялся. Да ладно. Просто круговорот позора. И женщинская сущность какая-то. Да, да, сущность. Вот, да. Держитесь. Отличного настроения. Делаю хаус-тур. Мы еще попрошались за мужем. Попрошались. Ты уходишь, что ли? Мы пробуем, и сейчас мы поставим. А. Вот так вот потом буду пересматривать. А где Тимур? В магазин ушел. В магазин? Да. А где вторая его мама? Мама его сейчас придет. В магазин? Да. Вот здесь такой мангал. Я помню, один раз только мы здесь что-то готовили. в 2000 как раз в восьмом году, когда я здесь была первый раз. Там просто подсобка, как я помню. Ку-ку. Тут через забор у нас живут родственники. Вот. Так, вот такая беседка. Прикольно, Ань? Я так хотела, чтобы здесь как-нибудь с дедушкой посидели. Именно в этой беседке он ее тоже здесь построил новенькую. Он сначала в Москве на даче у нас построил новую, хорошую. А потом здесь у себя тоже сделал, по-моему. Или сначала тут сделал, потом там. Ну, короче, не помню. Но помню, что здесь она раньше была не закрытая, из бамбука. Тоже красивая, классная. Но вот он захотел потом ее немножко другой сделать. Так вот. Стол здесь такой. Можно посидеть, чашник поесть, включить пинчулет. Да, Анюта? Анюта тут бегает, ходит с своими маленькими ножками. Думаю, дедушка смотрит и радуется. Вот. А здесь, как вы помните, если смотрели старые мои влоги, раньше был фонтан. Из этого фонтана уже папа сделал бассейн, что, конечно, намного получается рациональней, что ли. Но фонтан тоже красивый, но в бассейне можно хотя бы деткам поплавать. И это, конечно, вообще топ-идея, я считаю. За это прям респект. Пока Анюта спала, Слава с папой сидели в этом бассейне. Он, конечно, не глубокий, и тут прям не поплаваешь, но вот посидеть просто, охладиться супер. Так вот дом выглядит сзади. Такая красота. Эти деревья, конечно, очень мне нравятся, очень красивые. Так, ребята, уже вечер, мы там сидим, кушаем хинкали. Я даже пью винишко, и я решила вам показать дом дедушки на втором этаже. Тим, это... Уже вечер. Уже вечер. А кто ты проезжаешь? Попиши камень. Да, тут вот фотографии. Мне больше? А уже 10 лет. Да, Тима лучше всех знает, какой я блогер. Это мой, мне кажется, единственный брат, который смотрит мои видео. Да. Так, хочу вам показать спальню дедушки. Здесь он спал. Я уже показывала в каких-то влогах раньше, когда сюда приезжала, но мне хочется сейчас снять, тоже запомнить. Всё-таки я в Грузию не так часто приезжаю. А это на даче у нас. Вот Тимурчик маленький, это я фотографировала. Здесь у дедушки куча фотографий. Тут вот его мама и дедушка с бабушкой. Дедушкина мама. А здесь, посмотрите, какой портрет дедушка повесил наш. Со славой. Вот такой у нас есть ещё. Тимур с Мишей. Вот, видите, у дедушки здесь двухспальный, хорошая кровать. А то меня как-то во влогах спрашивали, почему на даче дедушка спал не на двухспальный. У него здесь вот такой шкаф шикарный. Вот я так и помню, что у дедушки здесь так и было. В Грузии. Вот так. Такая причесочка у меня уже потрёпанная. Так странно. Здесь сейчас это странное чувство испытываю. Как будто бы... Чего уж говорить, просто... Как будто бы я не успела сюда приехать. Вот ещё бы чуть-чуть, дедушка бы пожил. Ну, что поделать. Пошли дальше. Ты что, расстроился? У меня нет подписчиков. Ну и что, будут когда-нибудь? Георгий расстроился, что у него подписчиков нет. Подрастёшь, и будут у тебя подписчики, не переживай. Так, здесь вот такая спальня. Такая картина раньше висела там. Потом дедушка её заменил, видимо. Вот тут как раз... Это мы в Грузии. Гоша такой тоже маленький. Тимур вообще маленький. Это мы в парке аттракционов. Если я не ошибаюсь. Не, мне кажется, это не в парке. Где-то около моря. Здесь вот такая комната. Причём кровать и тумбочки здесь другие. Я уже такие не видела. Это, видимо, дедушка уже поменял. Не помню, когда. А вот это, кстати, подарил папа. На день рождения дедушки. Это не сделали. У меня есть видео, как этот подарок Тимурчик, по-моему, дарит дедушке на день рождения. Так что, может, даже сюда его вставлю. Давай, Тим, давай раскрываем. Ты с одной стороны, я с другой стороны. Ты только оттенешь, посмотри. Смотри, сколько фотографий тут. О, видишь, какой Мишка? Держи, Тим, держи. Угол держи. А это кто? Это Гоша. Дядя, зачем? Нет. Это Гошка. А вот я губейку ел. О, смотри, а вот я. Да, это маленький был. А, вот и всё. Узнал, дедуль? Где? Вот. А вот я с папой. Да. Круто, да? Да. А вот я с шляпой в Батуре последняя горка. Смотри, стараюсь. О, видишь, Миша такой. Стараюсь. А, да. Постой, дай-ка. Смотри. А, вот, смотри. Ух ты. Ой, даже вообще, даже, возьми, фотографировались так. Тогда еще Миши не было. Да. А вот смотри. Смотри, это я с тобой стояла. Вот это, смотри сюда. А, вот, последняя фотография даже. И ты тоже знала, да? Ну, вообще. А, Гошка, маленькая. Тиму. Сонечка эта. Да. Ну, это франку сам ставишь. Эта фотография у Миши, конечно, встал. Класс, да, дедуль вообще? Прикольно папа придумал. Мне удивительно вообще. Я даже такого не жалил. Такого я не ждал. Это я спал на своей кровати. Это такая вот картина с фотографиями. Тут маленькие мы, его внуки. Я, Гоша, Тимур, Миша. Разные фоточки есть. Такие вот. Ну, короче, разные наши фоточки. В этой комнате раньше мы спали, когда приезжали сюда. Мы с Кариной тут еще ночевали. Так что, такие приятные воспоминания. Прикольно, конечно, здесь. Столько воспоминаний. Но самая главная комната, как будто бы так, где дедушка сидел всегда. Я с ним всегда по телефону болтала, и он тут сидел. Тут сейчас дети смотрят мой влог. Правда? Да, видишь, я блогер, Тимур. Один он сидел. И Георгий. Это вообще офигенно. Ты офигелаешь? Я тоже почему-то по камеру. Ну, вырастешь, будет у тебя. Нельзя в детстве снимать со всем маленьким. Надо в школу сначала ходить. Здесь такие картины мои до сих пор висят. Еще давно дедушка их сделал. Видите, как это мило. Здесь вообще все так, как я и помню. Прям вообще ничего не изменилось. Вот, кстати, посмотрите, какой сервис. У меня точно такие же бокалы дома есть. Дедушка меня как раз из Грузии приводил. Я помню, какие-то комментарии были. Типа, чего это за сервис такой немодный. Что-что? Это куда это купится? Ну, я в Москве не знаю. А куда? Тебе пока рано такой, Георгий. Ты давай в школу ходи, да, Тим? Надо сначала в школу ходить. Вот так вот здесь дедушка сидел. Да? Тим, помнишь, дедушка звонил нам по видео? Классно. Что ты мои летсплей смотришь? А что, уже вырос такие летсплей смотреть? Тима, это мой самый главный фанат, да? Да. Мой брат. У меня много братьев, но мне кажется, Тимур единственный, кто прям вот смотрит мои видео, да? Вот. Что, так мне повезло. Какой у меня братец. Я под ругинскую сумку на поведение. Ребята, всем привет. Меня зовут Юлия Кушман. И сегодня мы с вами продолжаем то, на чем остановились в прошлом выпуске. Я сегодня в боевом настрое. Я сейчас буду учиться уже второй. Черт? 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 Почему бы нет, да? Почему бы не порадоваться? Так. Ну, если будете его смотреть мои видео, БУ! Ну, короче, вы-то посмотрели... То, может, я и продолжу. Блин, это только ФИФА? А, я-то как бы прошлую серию сняла только что. Может быть, мне надо снова губы накачать? Воспитала поколение. Короче, вот тут вот дедушка всегда сидел, курил. Мы с ним по видеосвязи болтали. Такая теперь здесь картина. Она, конечно, прям вообще топчик. Такая фоточка классная. Тут все дедушкины внуки. Так, а здесь, кстати говоря, папа сделал уже ремонт небольшой. Тут раньше, по-моему, была душевая кабина. А теперь здесь он сделал ванну. Ну, тут ничего так сильно не изменилось, кроме ванны. Вот я помню, когда еще давным-давно мы сюда приезжали, и здесь жили в Кагулете с дедушкой. Мы с Кариной приезжали. Я помню... Тут тоже так прикольно вообще. Такие приятные воспоминания. Этот дом, кажется, мне все равно таким родным, потому что я здесь проводила свое детство. Пусть не очень много, но проводила время. Вот так. Так что все, я пошла вниз. У меня там шашлык-машлык. Хинкали. Здесь такой спуск. В Грузии очень часто в домах так лестница со второго этажа. Так, ребята, новый день. Мы вроде как сегодня решили остаться в Батуми и приехали в АТЦ. Ну, возможно, попозже поедем в Кагулете, либо завтра уже поедем в Кагулете. В общем, не знаю, но мы устроили себе шопинг. Я думаю, сегодня последний раз в этом ТЦ. Мы же седьмого вылетаем. Вот. И не вижу смысла сюда, как бы еще приезжать. Поэтому в планах купить, что хотелось, и все. Вот. Мы зашли в Оща и потратили дофига денег на мои хотелки. Я взяла свои очень классные костюмчики с ластинами. Давно такие хотела себе. В которых смогу и по дому ходить. И в спорта. Вот. Ну, я бы хотела ходить в спорта. Может быть, эти костюмы смотивируют меня. Вот сейчас мы гуляем. Просто коем-бродим, смотрим. Ждем, когда уснет Аня, чтобы еще более спокойно гулять. Вот. Сегодня на улице в Грузии не так уж жарко. Ну, как бы жарко, но такая пасмурная погода. Типа точно купаться вообще. Мы за все время, что здесь, в два раза только купались. Ходили в бассейн. Вот. Короче, гуляем. Тут прикольные магазинчики, мне кажется, только внизу. Но на втором тоже что-то есть. Ну, такое уже. Типа не то, что мы любим. Там Томми Хиллфигер есть. Мы как-то к нему вообще. Левайс, Келевин Кляйн. Не, можно было бы, конечно, в Келевин Кляйн зайти. А вот там опять очки. Я фанат какой-то очков. Не знаю, нафига мне их так много. Тут вот Анюта. Не спит вроде как еще. Точно не спит. А, это Келевин Кляйн с бельем. Ну, кстати, прикольно. Я бы могла себе взять какой-нибудь пригольный лифт. Модничать под одеждой. Ну, вчера в кобулете с моими родичами. Кушали хинкали. Папа со Славой забирали их. Ездили, короче, заказали штук 30. И где-то через полчаса папа со Славой поехали и забрали их готовенькие. Вот. Потом мы дома кушали. Юля с Тимуром ходили в продуктовый, купили бутылочку вина. И не только там всяких вкусняшек каких-то. Вот. Бабушка сделала салат. Ну, короче, класс. Класс. Сегодня, на удивление, вот я вчера буквально говорила родителям, потому что мы офигенно ночью спим. Аня вообще офигенно здесь ночью спит. И мы тоже. Представляете, сегодня Аня очень плохо спала. Что-то там злится. Слава телефон работает. Короче, было ходить туда-сюда, пока Аня не уснёт. Очень плохо Аня сегодня спала. Даже не знаю, с чем это связано. Вообще, она устала в машине, когда мы из Кобулети ехали в Батуми. Нас папа с Юлей привезли. Мы поздно от них достаточно уехали. Я бы ещё сидела. Мне кажется, я одна целую бутылку выпила. Ну, не, не бутылку больше. Но я нормально так хинка выпила. Ну, было так хорошо, вкусно. Так классно болтали. Кушали хинкали, салатик, хлебушек. Картошечка фри была ещё очень вкусная. Сыр Сулугуни. Просто блаженство. У меня не так часто в жизни есть возможности, когда я могла бы с папой, с его семьёй, с бабушкой сидеть в одном доме, вот так вот кушать, пить венца, болтать до ночи. Вот, поэтому такие моменты особенно ценные. Ну, не знаю, хочется чаще видеться, конечно. Конечно, хотелось бы чаще, конечно, такие встречи. На даче, конечно, у нас больше шансов так собираться почаще. Ну, вот сейчас ещё, когда у нас в доме на даче ремонт закончится, который ещё... Ну, нет, он начался. Но очень долго у нас. Некоторые этапы затянулись, к сожалению. Но я уже спокойно ко всем этим ремонтным делам отношусь. У нас в квартире вообще трэш. Просто. Каждую неделю появляется какая-то новая статья расходов, которую мы вообще не планировали и не рассчитывали. Просто вот, например, рассказываю. У нас же в детской, получается, есть арка такая, в которой стоит кровать, а по бокам шкаф. И планировалось, что фасад шкафов должен быть такого же цвета, как и арка. Но арку надо будет покрасить под фасад шкафов. Ну, короче, сложная система, это всё сложно. Я не знаю, так как я в ремонтах вообще не разбираюсь, я этот момент как-то и не продумывала, потому что у нас для этого есть там Лиля, например, дизайнер. И как-то я вообще не заморачивалась на эту тему. Просто было обсуждение, что нужно будет краску подобрать под цвет, ну, фасада, чтобы всё было идентично, как на проекте. И в итоге мы понимаем то, что идентично не будет всё равно, потому что разные материалы, ну, типа, стена покрашенная и, там, не знаю, акриловая стена, акриловый шкаф или какой-то у нас материал, как это называется. Забыла я. Маль, типа, ну, короче. Ну, да, не акриловый, наверное, маль. И в итоге, скорее всего, нам мебельная наша компания будет делать просто кусок... Просто будут делать нам эту арку из такого же материала, чтобы оно всё стало, ну, идеально. Вот вам даже картинку прикреплю, что я имею в виду. То есть нам нужна вот эту арку, нам её сделают. Ну, видимо, тонкий материал будет, как фасад шкафов. И оно всё будет как-то соединяться, приклеиваться. И это, я думаю, нам 1200 только обойдётся, потому что нам уже сказали, что где-то 100 тысяч выйдет одна часть. И это без точного замера, без точных каких-то там ля-ля-тополя. Я, честно, охерела, потому что мы на это вообще никак и рассчитывали. Тем более, что это даже не шкаф. Типа, это просто гипсокартоновая какая-то стена декоративная, которую нам, оказывается, придётся закрывать такими растратами. И это прямо меня немножко расстроило. Ну, что поделать? Уже хочется просто реально доделать этот ремонт. Плюс кондиционером у нас тоже траблы вышли. У нас в проекте там стоит кондиционер, который, типа, стоит 300 тысяч. Нам такой вообще нафиг не нужен. И мы хотели выбрать попроще, подешевле. Мы его уже заказали, а потом выяснилось, что он нам не подойдёт. Из-за каких-то там характеристик, труб, шмуб, которые уже проложены для определённых кондиционеров. Ну, короче, это тоже такой геморрой. Мы отменили этот кондиционер, который был подешевле, но классный. И нам важно, чтобы это всё работало с помощью колонки, станции, да, чтобы с голоса всё управлялось. Прикольно, мы такое хотим. Ну, короче, трэш. Типа ремонт, ремонт. Но ничего, ничего. Любой ремонт когда-то заканчивается, и я живу вот этим вот ожиданием того, что закончится ремонт, что мы переедем. Но всё уже реально на финишной прямой как бы. Хотя у нас всё много чего по мелочам не сделано. Я думаю, что переезжать мы точно будем, типа, около месяца. Ну, я имею в виду, когда уже закончится ремонт. Мы ещё переезжать будем около месяца, потому что мне захочется там навести какую-то красоту, чтобы мы заехали, и уже всё. Ну, хотя я не знаю, я пока не понимаю сейчас, как это будет. Поживём, увидим, как говорится. Но, блин, мне бы очень хотелось уже там день рождения хоть какой-то свой ответить. Новый год. Ну, то есть у меня в планах мы хотя бы в декабре. Нам обещали в том декабре, что ремонт закончат. А в итоге я уже надеюсь, что хотя бы в этом мы реально заедем. Но если... Короче, я думаю, что мы сможем заехать, но не всё будет ещё до конца готово, потому что вот эта вот арка, например, её ещё изготавливать будут какое-то время. Не знаю, какое. Потому что её смогут замеры снять только когда поставят нам мебель. Типа шкафы и вот это всё, чтобы всё подогнать идеально. Ну, короче, когда поставят мебель, а это 20 сентября должно быть установка, тогда сделают замеры и начнут изготавливать вот эту хрень. Но я надеюсь, нам это сделают быстро. Ну, потому что что там делать, казалось бы, да? Надеюсь, хотя бы за две недели сделают. Хотя, конечно, можно было бы и быстрее, но я понимаю, что нифига, скорее всего, лучше не рассчитывать на прям побыстрее. Ну, короче, ремонт. Анютка тем временем уже уснула. И хорошо. Не знаю, чем займёмся. Ну, сходим куда-то, наверное. Наверное, ещё сегодня, 4-го числа, Карина должна объявить о своей второй беременности, получается. И 8-го числа у них будет гендер-пати, на которую мы приглашены. Сразу спросят, давно ли я знаю про беременность. Карина мне рассказала, как только они вернулись с Америки, и мы с ней встретились. В первый же день она мне рассказала, когда мы ездили на благотворительный забег. Были там корреспондентами от Рутюба. Когда мне Карина рассказала. Я, конечно, ждала, потому что я же знала, что они планируют скоро второго ребёнка. Я очень за них рада. Не знаю, кто у них будет. Мне кажется, что мальчик будет, но я очень хочу, чтобы девочка была у них. В общем, посмотрим позже. Ну, что-то тушло, короче. В первом и втором магазине. В одном дофига свотча, а нормальных часов нету, 1,500. Во втором, ну, типа, обычной Кассио. Ну, в Москве у нас тоже хорошие есть. Дизель, Армани, вот это вот фуфло. Не нравятся мне эти фирмы, которые, ну, кроме там каких-то типа Бучи, знаешь, у Бучи там, может, что-то можно посмотреть. И, конечно, всё это на любителя. Ну, вот дизель вообще не дизель, не такие бляшки, такие котлы огромные, такие вычурные. Ну, нет, мне нравятся такие классические. Ты же, ты вообще, сейчас, и посмотрю, у тебя вот эти. Ты же любишь с этим даже спать. Я измеряю здоровый сон, ну, измеряю свой сон. Вот, и понимаю, хорошо я бы спал. Хорошо ты сегодня бы спал? Вообще, в Грузии здесь так, где-нибудь в Москве. Кнопка. Достаточно часов и глубокий сон хороший. Ну, это очень плохо, потому что Аня просыпалась постоянно. Глубокого сна меньше часа. А я думаю, этого маловато. Полтора часа глубокий сон, два часа вообще отлично. Должен быть глубокий сон. А сегодня я заметил разницу между тем, как много я именно в глубоком сне сплю и в моем настроении на весь день. Если я сплю больше часа глубокого сна, то у меня все хорошо. Ну, днем. Если я сплю меньше часа, то настроение такое себе, типа, как будто бы я, ну, больше устал. Больше устал, состояние какое-то, ну, ни о чем начну. Интересно. Я тут тоже офигенно сплю. У меня сны снятся. Вообще пушка. А он, короче, он считает, как глубокий сон, там, по дыханию, дыхание определяет и смотрит, как часто я просыпаюсь во сне. Я могу просыпаться по 20 раз. Ты не знаешь? Да. Крутые часы. За всю ночь там 20 раз-то просыпаюсь, все, у меня есть отметки на шкале, когда ты просыпался. Мы поднялись на скучный этаж, знаю, зачем ты нас туда привез. Тут есть и фальт. Кому-нибудь привезти? Сковороду. Кстати, сегодня была странная ситуация. Выходим мы из отеля, и ко мне подходит девочка, ну, не сразу. Мимо шла, увидела меня, потом подошла. Она шла с подругой, сказала, что узнала, и она типа фотограф. Она говорит, можно я тебя пофоткаю? Я говорю, ну, давай. Она меня около отеля пофоткала, буквально, вот, пока мы ждали такси до ОТЦ. Мы с ней обменялись номерочком. Я не стремаю свой номер. Иногда кому-то дать, там, из незнакомых людей, потому что мой номер, знаете, сколько раз сливали? Сто миллионов раз. Мне пофиг, если честно. Вот реально пофиг. Вот я не понимаю, почему я не показываю, типа, номера своей машины, потому что, по сути, стремно спалить номера своим... Ну, нет, стремно спалить свои номера своей машины не хотелось бы. Все-таки это машина, которая может стоять на улице, мало ли кто подойдет. Хотя бы там видеокамера внутри стоит, так что попробуйте. Так, мы пришли в довольно-таки симпатичное кафе. Мы здесь уже брали как-то кофе. Сейчас со Славой посидим, попьем кофеечек с красивым видом. Вот такой здесь вид. Кондиционер дует. Вот так. Вид на Батуми. Там тот заброшенный аквапарк, в котором бассейн, я вижу, работает. Там люди купаются. Капец. Наверное, это бассейн при вот этом стремном отеле. Типа, как замок выглядит, но, честно, стремно. Вон там, вдалеке. Мы со Славой сидим, болтаем, пьем вкусный довольно-таки кофеечек. Тебе нравится? Да, это лучше, чем в отеле. Да, в отеле у нас вонючий. Честно. Всегда холодный. Всегда холодный приносит. Вот Тока зашла, она отдала кофе, и он уже как будто бы это, там у них минут 10 лежал. Как будто они сделали его, и он там лежит, короче, ждет, когда его заберут. Болтаем про путешествие. Ты бы куда хотел поехать в следующую поездку? Надо думать, куда можно поехать именно с ребенком, потому что если спрашивать, куда бы я поехал один, то я бы поехал в одно место. А с ребенком, ну, может быть, туда бы, и я бы и не поехал. А ты куда хочешь? Куда хочу я? Ну да, у тебя есть какие-то мечты? Самый такой прикольный отдых с ребенком, мне кажется, это отельный такой, типа как в Турции, там, где есть детские клубы, море, бассейн, вкусняшки, шведский стол. Ну, это лично для меня, как для мамочки, кажется, это самым комфортным отдыхом с ребенком, потому что, например, шведский стол, у тебя большой выбор, потому что ты можешь дать своему ребенку, особенно, там, маленькому, да, которому еще не все-все можно, и все-все не будешь давать. Плюс, хорошее там море, вот у нас Аня обожает вообще купаться. Пассейн, конечно, прикольно, детский клуб, вообще супер, вот как мы в Турции были, как они там весны были. ты в Турцию поехал? Ну, я не хочу, если честно, прям в Турцию, но я Турцию очень люблю, именно такой вид отдыха, мне кажется, там самый классный. Я бы поехал в Египет. Потому что в Дубае вообще, в Египет я бы тоже хотела. Я бы в Египет поехал, но мне там море не нравится. Из-за того, что кораллы. Я вообще там ни разу не был, я бы хотел посмотреть на пирамиды там. Пирамиды классно, это тоже как будто не с ребенком. Либо когда ребенок постарше будет, либо брать с собой рот, чтобы они сидели с ребенком в отеле и купались. Ну и сейчас там опасно немножко. Я бы туда поехал, когда там в регионе чуть-чуть поспокойнее было бы. Сейчас вообще везде опасно так прилетать. Не страшно. Ну, не опаснее, чем вот эти две точки, которые сейчас горят, так сказать. И я бы хотел, я бы в Японию хотел. Я даже не знаю, там есть какие-то типа отели для детей. Мне кажется, там все для стариков. Я думаю, там очень классно, особенно если знать, куда поехать. И много интересного для ребенка в плане посмотреть, мне кажется. Какие-то парки у них есть. Там парки аттракционов с Гарри Поттером есть. Да нет, прикольно. Прикольно, конечно. Ну, кстати, можно на острова какие-нибудь поехать. Да, дополновая вариант, мне кажется. Индийские острова есть, их дофига. А я бы очень хотела на Мальдивах. Ни разу там не была. Я смотрю, все ездят, с детьми ездят, и нормально. Ну, типа, знаешь, у меня прям много знаний. Можно было бы в Таиланд сгонять. Не знаю. А что такого? Нет, да, но как будто бы Мальдивы. Там же тоже острова. И мы же просто общаемся. Какие варианты вообще есть, куда еще и поехали? Ну да. Блин, ну оказалось, я так люблю путешествовать вообще. Я думаю, что когда я стала мамой, мне вообще понравилось выходить из дома чаще. Потому что дома вот эта гутобуха, она такая прям... Вот до рождения Ани я дома еще могла как-то отдыхать, мне кажется. А как Аня родилась, я дома не могу отдыхать только из-за своего характера. я постоянно в каком-то движении что-то убирать, классно свои места, менять, пастель и так далее. И поэтому выбираться дома лично для меня очень важно, чтобы просто отдохнуть. То есть я гуляю по городу или, не знаю, по кольце отдыхаю. Но мне вот все равно прикольно. Мы просто Слава болтали и я с него отчасти согласна, что в Грузии вроде как прям сильно надолго нет смысла приезжать. Нет, нет смысла. Слава вообще говорит, типа на недельку сюда максимум все. Но это если вот я говорю, вот мы просто сейчас обсуждали, я говорю, вот мы приехали в Батуми, например, ну в Грузию, в Батуми мы часто приезжаем в Умена. Только два раза, считай, хочется поехать в Кагулете, как только прилетел, поехать навести дедушку на кладбище и перед отлетом тоже поехать в Кагулете, тоже к дедушке попрощаться, так сказать. Это уже два дня минус, считай, именно с поездки. Потом, может, сейчас, то, что есть ТЦ. Пару дней хочется сходить в ТЦ погулять, потому что мы это любим, мы это везде ищем, везде любим. Но в Дубае это вообще угрозный день ходили в ТЦ. Ну, странно, блин, купаться там было холодно, в бассейне долго сидеть не хотелось. Какая-то погода, нам не повезло с погодой, когда мы там были. Я думаю, самая идеальная погода там в октябре. Я смотрела ценник в октябре по Дубае на отеле по сравнению с сентябрём вообще больше не расставит, потому что там реально начинается хорошая погода. Ну, ближе к зиме там только вообще отдыхать надо. Ну, я бы и в Дубае ездила, там, конечно, классно, тоже столько бежу, столько приколю. Но, опять же таки, просто вот в Грузии, например, классно было бы на подольше приехать, это если ты можешь себе позволить какие-то классные все могли бы в Тбилиси поехать в следующий раз. В Тбилиси было бы классно съездить вообще. Мне кажется, в Тбилиси как раз таки можно было бы найти какие-то более классные отели с более прикольными движухами для детей и бассейн. Потому что, например, у нас в отеле в Шередоне для детей нет ничего. В меню детском там была картошка-пури даже. Никаких детских клубов, ни намёков вообще на ребенка. Ну, кровать есть. Никаких там не аттракционных, как площадки детские. Да, очень странно. Но всё равно спасибо и на том, что есть. Туда так много чего, считай, появилось с прошлого нашего приезда. Одна детская площадка здесь. Одна. Нет, она не одна. Одна. А чтобы найти... Это ты про бульвар говоришь? На бульваре. А чтобы найти другие, это надо... В дворы заходить. Куда-то в дворы пиндюхать. Ну, такое... Ну, да. Это, конечно, не очень. Конечно, тут есть что посмотреть в плане культурной программы, всякие места красивые, классные. Есть тут места прикольные. Да, тут точно есть чем заняться, но это другой вид отдыха. Просто когда ты один приезжаешь, это одно, но ты с ребенком поезжаешь по всяким этим. Ну, да, да. Ну, вот мы раньше, уже это до рождения, Аня, мы ездили на какие-то экскурсии еще с дедушкой. Я влоги даже об этом снимала. Мы в горы поднимались, я считаю, один день. Другой день мы еще куда-то ездили. Потом я помню, что с Кариной мы здесь были. А, и с тобой тоже мы были ездили в ботанический сад. Я бы туда, кстати, сходила там красиво, но там очень сложно с ребенком будет, с коляской. Там в горке подниматься надо, и как будто бы из-за этого не хочется. Даже если представишь, что Аня уже подросла, и нам не нужно с собой таскать коляску, для ребенка все равно это сложно будет подниматься. Ну, это все равно очень классно и мне нравится. Есть тут, конечно, много косяков, которые, я думаю, не думаю, что изменятся когда-то. Какие-то, знаете, моменты, типа, по менталитету. Мы вчера, кстати, планировали пойти в парк, как он там называется, в Кагулете. 20 минут от дома мы ехали, и до СМИ было написано, что работает парк с птицами какой-то. Я там ни разу не была, но, типа, классный должен был быть. Мы туда приехали, и нас развернули, сказали, что он уже закрыт, типа осенью, до 6-30, да? Короче, у нас было бы еще минут 40 на то, чтобы там погулять по нашему плану, если бы всем закрывалось. А оказалось, что у них там уже другие правила, хотя в интернете об этом не сказано было. Там, где мы смотрели, и мы, конечно, расстроились. в навигаторе смотрели. Мы смотрели в навигаторе, и там было написано, что есть сезонами. Там уже конкретно искать. Можно было обнаружить, что оказалось, они работают по сезонам в разное время, и что мы приехали как раз, вот сейчас, типа осень, и они как раз... ну ничего такого, просто... Я просто один грузин по рыбу чуть не получил. Один грузин нас очень жестко развернул, прям нагло так сказал, на что мой папа ему сказал, что типа очень гостеприимно. Короче, там завязался разгар. Мне ничего такого, на самом деле, не произошло, мы просто, ну, как бы спокойно уехали. Потом эту ситуацию чуть-чуть пообсуждали, что мы, конечно, тоже, ну, что мы хотим, оно же реально закрыто, но он мог сказать по-нормальному, типа, ребята, приезжайте в другой день, к сожалению, нам уже осень закрыта. Я всегда знаю, что вспоминаю, как мой дедушка со всеми разговаривал. Он настолько всегда вежливый был. Вот вообще, просто, блин, мы тут сталкиваемся иногда с такими, какими-то ситуациями, думаешь, капец вообще. Где ты думаешь, отношения там к себе? Ну, такое. Ну, все-таки нет, как говорят, плохой национальности, конечно, просто есть плохие люди, есть очень хорошие люди, и здесь есть очень хорошие люди, везде есть хорошие люди, так же, как и везде есть плохие люди. Ну, я думаю, это всем понятно. Короче, в целом, все хорошо. Надо решить, что мы будем делать на второй половине этого дня. Я очень сильно обломалась от того, что теперь от Батуми до Кабулети ехать минимум 45 минут, раньше 25-30 минут. Минимум, это как бы классно, это типа без пробок, а здесь очень часто пробки, для меня это вообще шок. Ну, понятно, очень много людей сюда приехали жить. Сейчас сезон здесь кайфовый, потому что сентябрь это такой бархатный сезон считается в Грузии, когда уже погода более комфортная, еще тепло, чтобы купаться, и комфортно, чтобы булина. Ну, то есть, реально хорошая погода, поэтому сюда самое лучшее время это приезжать именно осенью. Ну, вот в начале осени самый топ. Кстати, я очень рада, что послушалась маму, она сказала, возьми ей подушечку. это тоненькая подушечка, которая сложена в два, и получается такая, более плотненькая подушечка, и малышу очень комфортно в колясочке спать, если ночной перелет, как у нас в итоге было. Вот лежит Анюта и кайфует. Представляете, как хорошо малышу? Ой, как хорошо, блин, коляску уже испачкали где-то. Все классно, но я всегда так переживаю, то, что у него там голова вот здесь. Ну, то есть, тут вообще нет никакой защиты, и за это очень переживаю, чтобы, не дай бог, никто ничего по голове, поэтому всегда охраняю это место. Ой, какая-то любимая, моя девочка. Спит. Так, у нас продолжается шопинг. Слава зашел померить костюм в магазине Лакост. Хотя у нас в Москве он тоже, по-моему, есть. Я хочу до Зары добраться, но не знаю зачем. Нет, там есть прикольные, конечно, вещички, но с другой стороны. Ну, как померил? Ну, не знаю. Это как гонщик какой-то. Ну, не знаю, не знаю. Мне не нравится. Есть какого ответа? А, да не, не, спасибо большое. Черное хотела, спасибо. Стой, дай все еще раз. Тебе нравится? Ну, вообще странно. Не твое вообще. Ну, хотя, если тебе на мотоцикл посадить, ну, точно в таком повседневной жизни ходить такое себе. Что рассказывать? Все хорошо, гуляем. Так, ну, вот мы в Заре. Боже мой, как громко. Да, мы здесь уже снимали. Да, да, мы здесь уже снимали, но все равно хочется походить, повыбирать. Посмотри, какие классные. Я балдею. только не понимаю, какой размер лучше взять. Это 22, но лучше 23 брать. Что, может, возьмем? Сейчас, на осень. Что ты думаешь? Давай. Муж. как мне это все нарядно? Какие пилотные. Сейчас. И размер наш. Ну, они уже столько кроссовок. Вот эти прям очень классные. Главное, чтобы удобные были. если они ей будут удобные, может, возьмем. Да куда есть только кроссовок? В детском мире не настолько прикольные. А эти прям вообще красивые. Они глаза есть. Я не знаю, как они неж? Они хотели, они будут нежить поднять. Круто, вообще, вещи в эту коробку, и они сами сканируются и появляются на экране. Типа даже не надо ничего, знаете, каким-то специальным прибором вот таким. Не надо штрих-ходы считывать. Вообще просто хоп. Да, ты просто положила, само всё сочеталось. Обалдеть. Слава взял себе зелёные штаны какие-то, а Анечке мы взяли ботинки и резинки. Вот здесь только карты можно оплатить. В общем, мы решили от торгового центра пешочком прогуляться по бульвару. Вот там торговый центр. Вот, потому что во-первых, Аня спит, во-вторых, погода вообще кайф. Тут можно посмотреть, как люди купаются на пляже. Да. Короче, идём по бульвару. По бульвару, конечно, комфортно до дома идти. Просто прямо идёшь по тропинке. Только тут дорога такая вроде хорошая, но что-то шатается коляска прям. Ну всё, нам в ТЦ больше делать нечего. Там кое-что ещё в Дюти Фри купим родным. Всякие Крыма модные. Сейчас дойдём до дома. Я переоденусь, наверное, во что-то новенькое повыражать. Покормим Анюточку её едой. Баночкой, да, ну чей. Блин, нет, баночки нормально. Лучше баночкой, чем хинкали острые дать. Я ей всё хотела, думала, хинкальки дать. Попробовать. Ну чё там, пельмешка, тесто, подумаешь. Фарш, в смысле. Но они тут такие острые. Ну, в смысле, точно не для ребёнка. Надо маме сказать, чтобы она хинкали приготовила моя, чтобы просто не острые. Сделала фарш. Вот. Так что домой придём, сбросим вещи. Ну, куда-то пойдём. Но сегодня такая погодка, как будто бы дождь должен быть. Покажу вам, что я вижу лучше. Такая тут прикольная атмосфера. Такого прям отдыха. Типа курорта. Я бы хотела по этой дороге идти где для велосипедов, потому что там точно дорога лучше. Ну и здесь нормально, в принципе. Вдохнуть прям мусор. Да, я всегда вдыхаю, кстати, около мусорки. Делаю всегда глубокий вдох, и потом оказывается, что я около мусорки, и очень жалею о своём глубоком вдохе. О, мы сейчас будем проходить мимо аттракционов у лёд. Хоть посмотрю на них глазком. Блин, надо вот куда-то в классное место полететь на отдых, но тоже всей семьёй, чтобы с кайфом можно было съездить какие-то прикольные места. Что на большие аттракционы с Санюткой не пойдёшь, понятное дело, вообще ни на какие не пойдёшь. Я хотела хотя бы... Почему на карусель? На какую карусель? На детские лошадки? Нафиг они мне уперлись. Ну, хотя не то, что нафиг, всё равно прикольно, конечно. Здорово. Как тебе путешествие с ребёнком? В целом... Можно. В целом можно, вообще норм. Можно путешествие. Мне кажется, мы вообще супер справляемся. Мы очень ответственные родители. Ну, мы не во всём идеальны, конечно. Не идеальны, но мы очень ответственны. Поэтому мы стараемся, чтобы это не во вред ребёнку. Нужно было и самим отдохнуть, погулять там, пройтись, что-то куда-то поехать, куда-то пойти, но не во вред ребёнку, чтобы она покушать успела. Ну, для меня это самое главное, если честно. Чтобы она побегала где-нибудь, что-то новое увидела, узнала. Мы всегда ищем какие-то места, где Анютке будет хоть прикольно как-то. Нам-то чё? Отпуск с ребёнком, это значит, что у нас ещё есть один член семьи, который тоже хочет отдохнуть, не только мы. Это, как знаешь, мы свою жизнь подстраиваем под ребёнка. Возможно... Ну, я не знаю, должно быть наоборот. Сейчас, главное, не вдыхаем, опять в такой мусорке. Я же даже глаза закрываю. Просто, может быть, некоторые как, знаешь, вот типа устраивают свою жизнь и в неё как бы ребёнка вписывают. А мы как будто бы всё-таки наоборот, и, наверное, это правильно, поскольку ещё ребёнок маленький. Мы стараемся... Вот есть и раньше, например, мы со Славой такие думали, так, куда мы пойдём? Юля любит вот это, а Слава любит вот это. И мы искали что-то одно, что понравится обоим. А теперь нам надо выбирать место, которое понравится троим, ещё маленькому ребёнку, а это совсем другое. Ну, то есть, типа посидеть в ресторане, где вообще нет ничего, что мы могли бы дать ребёнку, можно только в том случае, если мы заранее покормили ребёнка, либо взяли с собой какую-то еду для ребёнка, которая подойдёт. Ну, потому что, да, есть свои такие вот геморрои, но я думаю, это буквально ещё годик может. Потому что что уже, там, с двух, то есть трёх лет, наверное, вообще почти всё можно уже ребёнку давать. Ну, без фанатизма, конечно. А так классно. Ну, да, мы не можем, конечно, пойти на аттракционы. Немножко обломно. Но у нас было столько времени на эти аттракционы, и будет ещё. А они же подрастёт. Как будто бы есть в этом какой-то прикол, пока не ходить, да? Да, мне кажется, когда она подрастёт, это будет вообще... Абсолютно будет здорово. Она у нас такая активная, она будет хотеть везде, всегда, каждый день. Ну, ещё кайф в том, что пока что мы себе что-то не можем позволить, и нам хочется... Да, дождь капает. Капану, да? Да, да. Но зато как классно будет потом, когда мы сможем всё вместе куда-то ходить, ездить с Анюткой на те же аттракционы или аквапарк. Это же вообще двойное удовольствие. И нам наконец-то можно, и ещё и с Анюткой вместе. Дождик капает. Надеюсь, мы успеем. Вообще, мы ещё в Москве смотрели прогноз погоды и показывали, что будут каждый день дожди. Вот это ресторанчик. Да, выглядит прикольно. Как будто тут должны быть вкусные стейки. А ещё здесь есть классный... Классный ресторан с перевёрнутым домом. Перевёрнутый... Он у него внешний вид, фасад. Что-то сенат, да-ля-ля-ля-ля. Сенат. Сенат. Да-да-да. Туда тоже сходил. По-моему, это вот он, нет? Может. Он такой в стиле что-то греческого дома. Вот тут как раз греческими буквами что-то писано. В такой тематике. Ну, не знаю. Мне больше хочется ходить в такие уютные ресторанчики с вкусными хачапурями. Можем, кстати, сегодня сходить в тот ресторан, где мы оставили кучу денег, потому что хотели всё попробовать. Там вкусные хачапури были. Можно туда сходить. Где мы были? Недалеко от нашего отеля. А, ну да, вообще классно. Что, мы хинкали два дня подряд, в принципе, едим? Я вроде как подуспокоилась с этими хинкалями. Наконец-то мы входим в интересную территорию. Да, в этом. Ну, я увидела в итоге, что перевёрнутый типа дом это на самом деле фасад. Ну, то есть, там нельзя посидеть в этом перевёрнутом доме. А, ну, это значит такое интересное решение для внешнего такого вау-эффекта. Вот сейчас мы идём по бульвару. Он очень длинный этот бульвар. Здесь вот аттракционы. Мы в этой части никогда не гуляли и пешком сюда никогда не ходили, мне кажется. Да, да, ходили мы сюда. Вот эта часть бульвара мне не очень нравится. Несмотря на то, что здесь пальмы и море, там какие-то батуты на море, всякие прыгалки, лазилки, типа развлекушки, какие-то бары, кафе, мафе. Но вот это... Из-за этого дождя и из-за этой глухоты не очень. Блин, я вообще нормально хотя в очень плотной футболке. Не знаю, у меня прям хорошее настроение. Если здесь капает, значит и там в кабулете капает. Конечно. Мы опять завтра не покупаем с ним. Ну да. Еще тут очень много бездомных собак, к сожалению. Идем, идем. Здесь вот начинается уже развлекуха. Музло. Что Таня сейчас спит? Суночки, ух. Ух ты! Жду, когда Анютка подрастет, чтобы она на таких больших батутах прыгала. У меня такое дикое желание смотреть, как мой ребенок веселится на всех этих штуках. мне кажется, так прикольно. Сама бы хотела на них попрыгать. Как клево, да? Скоро Анютка подрастет, будет на этих батутах лазить. Вот ей будет прикольно, Будет свою дурь всю там оставлять. всю свою эту шилу. Класс! Да, мы идем под дождем, не очень-то. Ну, пока нормально, но он скоро начнется сильный. А здесь, кстати, поющие фонтаны должны быть. Ух ты, посмотри, какая. Помнишь, ты мне видео показывал, что из маленькой такой речушки с резюмом. В итоге очень большой поток воды может пробиться в океан. Прикольно? Аттракциончики. Да, волнует. Кальянская. Да ладно, прикольно. Как ты идешь, вообще думаешь, красиво. Все-таки много чего в Батуми строят. Посмотри, сколько зданий новых. За этими зданиями вообще нищета, просто невероятная. Мы гуляли. А так вот смотришь, думаешь, красота. У меня сейчас много клиентов. Да. Бульвара Долейнина, и нам еще долго идти. Ну, прикольно тут, конечно, все равно. Есть развлечение для детей. Просто чуть постарше для детей. И по бульвару намного приятнее идти, чем по улицам. Во-первых, там машины, конечно же. Трех, дороги. Где-то крилые, где-то такие. А тут просто прямо идешь мимо пальм. Ну, тут прямо вот идешь туда, аллея из аттракционов. Там, вверх, снега. Угу. Батуми, детский. Короче, нам еще долго идти прямо. еще, я думаю, минут 10-15. Да? Как думаешь? Да. Сила показать вам. Идем вдоль моря. И такой интересный переход. Темное такое море, потом белое, потом темные тучи. Красиво. на самом деле, мы далеко стоим. По бульвару идем. Аня уже проснулась, нам осталось идти недолго, вон там вот широтон торчит. Вот. Нам туда. Так, мы пришли в ресторан, несмотря на дождь, мы попросили зонтик в отеле и пришли в приесик. Хочешь водички, Анют? Я взяла специально Анютечке тарелочку. Она не очень хорошо сегодня пообедала с супчиком дома. У нас со Славой салаты овощные и вкуснейший хачи ури. Я нарядилась в обновочке. Вот такой топ обыкновенный, но у него есть маленький секрет. У этого топа есть специальная подкладка, чтобы ничего нигде не просвечивалось. И это мне очень нравится. Мне тоже. Славе тоже нравится. У меня часто что-то просвечивается, я сама не в восторге от этого. Чувствую себя какой-то... А раньше у меня нормально. Это не ты не в восторге, это Слава плохой, он за все запущает. Не знаю. Когда Аня куриный шашлык и пюре, это самое детское, что я здесь нашла. Ну и понятно огурчики у нас пюре пюре есть. Поперей принеси, но шашлык будет позже, наверное. Вкусный. Аня куриный. Чува хочешь? Поза хочет. По чукури будешь? Могу поделиться. Поза хочет. Поехали! Чуть-чуть сырочек на ней оставить? Да. Аня уже ест. Это не получится на вилку, уж мягко. Мисс сырок съела. Какой есть мисс сырок? Мисс сырок! Хачипури! Хачипури! Надеюсь, мне нравится. Такой красивый ресторан. Мы здесь уже были. Не помню, я, по-моему, когда в лобку снимала, много всего заказывали. Аня рыбу ела. Домашнее здоровье, мои хорошие! Не болейте! Живите сегодняшним днем. Будьте счастливы! Хачипури! Иди прямой глаз. А? Я грибах разрезал. Да. И осколок хлеба отлетел тебе глаз. Да. Судим, болтаем, отдыхаем. Вот. Карина выставила пол, что беременна. Я очень за них рада. Вообще, дети это улет. Мы обязательно тоже пойдем за вторым. Я уже, по-моему, сказала вам в втором центре, пока мы гуляли, что я надеюсь... Ну, короче, я за девочку. Главное, что здоровый ребенок, конечно, но я за девочку. Но! Мне кажется, что мальчик у них будет. Не знаю почему, но я за девочку. Главное, что здоровый ребенок будет. Все, это самое главное, реально. Вообще, Карина, мне кажется, как мама мальчика. Ну, типа, ей идет быть мамой мальчика. У меня почему-то такое чувство. А я не представляю себе мамой мальчика. Ну, не, я думаю, что опс. Просто из-за того, что у меня девочка, мне кажется, что я, типа, мама девочки. Ну, такая. Ну, мне кажется, курс не знаю. Я ее так фантазирую просто. Так, сейчас Анюточке подготовлю ее блюдо. У меня еще ложка для тебя есть. Курочка такая сочная, мягенькая. Я сначала сама, конечно же, ее попробую. Блин, у нас такой трэш произошел. Мы поднимались на двадцатый этаж в нашем отеле, потому что там ресторан. Мы решили подняться, потому что был дождь, и мы подумали, там может попробовать покушать, но там меню не очень. Большой выбор был для пары с ребенком. Там вообще, типа, стейки, суши. Ну, мы не пробовали, может, там и неплохо, но мы это можем и в Москве поесть. А вкусные тучи-пури, грузинскую еду. Ну, в Москве тоже можно поесть, ладно. Но хотелось тут, короче, такое кушать. Вот, мы просто... Короче, мы когда поднимались, я Ане дала в группу машинку. И представляете, Аня бросает эту машинку. Ну, просто бросает. И в этот момент открывается лифт, и машинка прям, ну, в лифт падает, в шахту. Вообще, у меня такая тревожность была. Мне так страшно было. Надеюсь, что она просто вниз куда-то свалилась, и все. Ну, мы потом на этом же лифте спускались, поэтому думаем о... Супер огромная порция картошки. Так, пробую этот. Ань, не волнуйся. Ну так, да, вытащил? Нет. Он там остался? Наверное. Болит? Нет. Может, вытащился? Это, конечно, не лучшая еда для годовасика. Ну, что поделать? Пилочкой кушай пюре. Вот у тебя есть пилочка. Зачем руками? У тебя же есть приборы. Да. Зачем? Вилочкой же можешь. Ну как, Анечка, вкусно? Ничего так. Поднимай вилочку и бротик, а? Так, завершается наш чудесный вечер вот таким вкусным десертом с мороженым. Это вообще, наверное, мой любимый десерт в ресторанах. Я очень редко беру десерт, но если там есть вот такой десерт в рестике, то беру. Вот. Допиваю второй бокальчик вина. И мы топаем домой. Так, ребята, покажу вам немножко свои покупочки сегодня в магазине Ойша. Настолько в восторге от этого костюма, что прям есть мысль даже еще один такой взять, только другого цвета. Просто бомба. Такой вязанный, но при этом как будто обтягивающий. С другой стороны знаю, что лучше не брать другой цвет. Но там был еще такой белый. Вот этот идеальный. Там еще черный такой был. Классный. Вот такой топик взяла. Просто типа как топ с такими чашечками там. Чтобы как раз никакие сисюльки не просвечивались. Вот такой топ, в котором я сегодня уже была. Вы меня в нем уже видели, я его уже успела испачкать тоналкой. Тоже с чашечками. По сути такой же, просто более длинный. Так, это убираем. А, вот еще шорты, в которых я была. Которые испачкались шоколадным фонтаном. Ужас. Очень сильно испачкались. Но я их сейчас наверное застираю, потому что они супер удобные. Вот этот костюм просто пушка. Ой, хорошенький, я тебя люблю. Сейчас мама покажет, все уберет и тебе положит. Ты же спать все равно сейчас не будешь. Вот такие лосины. С таким же топом. Очень понравился этот цвет. Конкретно на мне. Просто офигенно. Вот такой вот топ. Типа спортивный. Тоже с чашечками. Обалденный комплект. Я прям в восторге. Еще я взяла вот такую ветровку. Идеально подойдет к этому костюму. Ну и просто к чему угодно подойдет. У меня правда есть типа таких в Москве тоже из Ойша, которые шопинг у меня был в Дубае. Ну ладно. Реально нравится. Раньше вообще было пофиг на этот магазин. Раньше для меня этот магазин и вообще в Москве у нас был чисто пижамы. Что-то такое. Не знаю с каких пор они стали спортивными. Может они всегда были. С тех пор как они от нас ушли. Даже не знаю. Но мне очень нравится. Офигенные лосины. Взяла вот такие еще. Просто серые. Обычные. Такие же как уже есть. Просто типа для дома, для жизни, под футболку. Еще точно такого же темно-синего цвета взяла длинные лосины. Потому что очень уж мне понравился этот цвет. Вообще много взяла одежды такого цвета. И такой же комплект с короткими лосинами взяла только вот такого цвета. Зелененький. Тоже мне понравился. Ну не так как синий. Но я подумала пусть будет красиво. Вот так вот Аня у нас умеет слезать. Сама знает все. Я уже сходила в душ. Слезай. Сейчас такая смельчак. Мама все равно волнуется за свою пташку. Аня в магазине Зара увидела вот такие вот резиночки. Решила взять с заколочками. Думаю еще пару месяцев и точно пригодится. Уже так хочется ей какие-то причесочки делать. Но пока волосики еще маловаты. Ну можно было бы, но мне кажется пока нафиг надо. Они еще не такие длинные. Ну короче все это довольно таки дорого вышло. Мы в шоке. Вот это вообще. Пойдем стирать. Ну короче я довольна. Вот этот костюм Пушка. Не помню какие там еще цвета были. Точно был белый и черный. Ну вот не знаю. Как будто бы мне не надо возвращаться. За таким только другого цвета. Ну костюм классный. Я бы даже маме такой взяла. Мне кажется ей бы очень понравился. Ладно у нас тут еще пару дней есть. Поэтому можно еще подумать. Это цель недалеко. Угу. Угу. У нас есть вот такой классный стул здесь. То есть с которой Ане нравится лазить. Почему все разбросано? Потому что они все разбрасывают. А я хожу собираю постоянно. Да Ань? Вот так. Ну и гномик мой любимый. Так с ней весело. Так с ней весело. Кукельки. Кто там? Ку-ку. Кью-ку. Догани. Догни. 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 Смотришь ещё? Маленький скрэмпл Шансочки, он когда-то убил, что дадут Но я как-то на самоотслуживании, наверное Конечно, реально я тебе не знаю, что я Ну ладно, а то есть икон В общем, у меня есть коммерческий икон Короче, Аня проснулась Я проснулась, думаю, по курсу, по времени Сто паново, думаю, уже проспали Я проснулась в 10.40 Что это? А ты пробовал его? Ну такое Тебе не понравится Да пусть по курсу Короче, мы побежали Вставать, я даже нормально не успела Вместе с ним пока Ну что, мы проснулась в 10.40 В 10 минут забрались Ну это ещё мы минуты 3 в кровати решали, пойдём или нет Да пошли, да пошли, мы успеем Да, Аня, мы успеем Ух ты, скрэмбл Она такая заячая Она такая заячая Я не успею Вот это настроение Панцевальные, да? Ну, ой, ой, ой Она теперь кушает огонь, чайник А я буду кушать скрэмбл Из своей занятий Погодите Так, ребята Пока Тлаус сдувает этого единорога несчастного Мы решили отвезти его в Кабулете В дом к папе И нафиг его не брать с собой в Москву Я демонстрирую вам свои legends Такие они классные, что мне кажется я у них даже худая У меня это так же вот торчит А сейчас даже стараюсь А всё равно не торчит Вот что значит Время суток Не знаю, сидит, ждёт Вот такая вот я модная Ещё заколки новые купила тоже больше Две штучки Довольно-таки крепкие, что даже держат мои волосы Так что класс Вот это у меня look И вот это топ Пушка мне нравится Шопинг удался Класс enjoyed Он писал Ура Он ваша Почему, интересно, каждый кусок? Может, квартира, даже не знаю, такой другой. Один такой, один такой. Вот этот ресторан. Хороший. Мы туда раньше ходили с дедушкой, и там день рождения его помечали. Это вот по дороге в Кабулете из Батуми можно встретить. Так, хотела вам показать дорогу из Батуми в Кабулете. Просто какая она красивая. Субтитры создавал DimaTorzok Какие пробки, мама дорогая. Девушки отдыхают. Так, ребята, мы с папой съездили к дедушкино кладбище, так как мы со Славой и с Анюткой скоро улетим раньше, чем папа с детьми. Я попросила папу, чтобы он меня свозил с дедушкой повидаться. Посидели, поговорили и едем домой. Приезжайте в гости. Да, едем. Смотри, как переходит дорогу. Кошмар, я в шоке. Страшно, молодец. Сейчас я расскажу про корову, что здесь, если сбивают корову... ...авария с коровой произойдет, коровы все чипированные. И вычислить то хозяин, то у хозяина будет штраф. Да. Потому что за своими животными надо следить. Короче, будет виноват не тот, кто сбил корову, а тот, чья корова. И будет там чинить, не знаю. Да. Ну, вообще-то это логично, конечно. Что тут коровы вообще по дорогам так ходят. Ну, а что им проще, так они выкинули, калитку открыли утром. Иди к корову гуляй, корову. Да, да, да. Молока хорошего принеси. Потом вечером корова заходи, говорит. Да, да, да. Молоко принес, иди сулюбун делать будем, мацун делать будем. И все. Да, да. И никто не следит за этими бедными животными. Да и за собаками, да, вообще. У папу русского вообще. Да. Собаки тоже к собакам тут такое отношение. Не как у нас в России. Собаки у нас это вообще дети просто. Да. Слава мне тоже как-то говорил, что у большинства людей, у кого нет детей, а есть собака, они к собаке относятся как к ребенку. И вот мы со Славой так к Виве относились, прям как к ребенку. А когда у нас появился реальный ребенок, мы к собаке начали относиться уже не как к ребенку, потому что ощутили разницу. Но мы все равно Виву любим, но все-таки у нас произошло разделение. Ну, кто-то, конечно, судят. Но так и есть. Ничего не поделать. Все равно. Здесь собака в основном это инструмент. Инструмент для охоты, инструмент для охраны. Если вот, допустим, у охотника ружье ломается, он что с ним делает? Он выбрасывает, если его починить нельзя. Угу. То же самое с собакой происходит. Когда собака перестает охотиться, она просто выкидывает на улицу. Поэтому на улице Грузии очень много охотничьих собак бездомных, породистых. Да, это правда. Такие как Лепаньолы, Курцхары. Ну, конечно, не все такие. Вот дедушка наш был вообще такой. Он любую дворняжку подберет и накормит. Да, да, да. Кошек сколько к нему ходило? Да вообще. У меня даже влоги какие-то очень старые. Дедушка зайдет в зоомагазин, кучу всего накупит, всех кормит, все к нему всегда приходили. Но, к сожалению, реально у большинства людей здесь не так. Но при этом, вот сколько дедушка нам рассказывал, что здесь к своим родителям и к пожилым относятся с таким большим уважением, что раньше даже не было домов престарелых. Офиш. И к детям. Да, да, да. Любят детей и пожилых. Пожилых очень уважают. Детей обожают сожрать готовых чужого ребенка. Чужих готовы облизывать, словать. Мы тут уже с этим столкнулись. Но если ты посерединке где-то, лучше с ними не шути. Если еще не дедушка, и уже не ребенок. Будь осторожней. Да, да, да. Не, ну это мы шутим, конечно, все. А если собака, так вообще. Или корова. Да. Но в целом, в целом, с одной стороны это кайф, с другой стороны немножко дискомфорт. Вот от Москвы, допустим, я не могу сравнивать со всей Россией. Но если сравнивать с Москвой, то, ну во всяком случае, мы не в столице, мы в Кабулете, в Батуми. Да, пригород. Это такой пригород, но это туристический, курортный пригород. Качество обслуживания и всего остального оставляет желать лучшего. Я тебе так скажу, где мы ни были, вот реально в Москве лучше всего. Вот мы где только ни были. Но это правда. А мы живем в самой лучшей стране в мире и все остальные нам завидуют. И это правда. Наша Раша, они вот тогда еще это все предсказывали. В Грузии есть свои косяки, но мы... И цивилизация. Такое впечатление, что Грузия, я не знаю, ну минимум лет на 20 отстает от... ну Москвы это точно. Это точно. Но они стараются. Они, да. У них даже ТЦ появился с Зарой. Для меня это был вообще шок. Ну это вряд ли они, наверное, все-таки турки уже завезли. Ну наверное, да. Ну ты знаешь... Ну такие они, короче, испанцы. У них сиеста вечная, постоянная. Да, я заметила, что у них даже какие-то доставки есть, типа как у нас там Яндекс на этих велосипедах с рюкзаками. Да, у них болт, еще что-то какое-то. Какой-то, да, магазин. Но приложение, им если покажешь приложение, типа Яндекс Еда наша, они говорят, о, ничего себе, как у вас круто. Поэтому, конечно, когда мы сюда приезжаем, мы такие, блин, тут нет этого, то, 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 так. У них доставка, это надо позвонить и сказать, хочу то, то, то. Такого нету, чтобы там посидеть, картиночки выбрать, там вот, вкусняшечка такая. Да, да, да. И под ногами ходишь. Может быть мы не в курсе, может быть где-то есть, может мы просто не в курсе, потому что мы в деревне сами тут обитаем. Ну да, да, да. Ну и просто мы тут не живем, чтобы все фишечки знать. Это стопудово что-то может уже и появилось получше. Вот я говорю, я увидела, что на велосипедах тоже, как у нас там на самокатах ездят вот эти, с рюкзаками, там может еда, не знаю что. Какая-то доставка точно есть. Но все равно много еще такого-то здесь. Ну видишь, Россия, номера. Да, да. Это сейчас еще уже сентябрь, считай, сегодня пятое число, да, уже шестое уже сегодня. Пятое. Пятое, да. Да, уже все разъехались. А мы, когда приехали 28-го, здесь вообще мрак был. Нереально было много людей. И это уже уехали перед школой. Да, но все-таки здесь еще много людей и теперь живет тоже. Да. Поэтому еще большие пробки, которые меня, хоть я и понимаю почему, но все равно удивляют. И накутили себе недвижимости здесь всякой. А сколько строят? Ты видал? Строят, да. Это же вообще. Ну, мне интересно посмотреть, какой будет Грузия. Ну, даже, ладно, Тбилиси, там-то, наверное, прям уж цивилизация-то… Я там не была сто лет вообще? Один раз была. Тбилиси? Да. Там-то понятно, что, наверное… Ну, мне не нравится, я не знаю. Кто-то говорит, Тбилиси такой красивый-красивый. Мне не нравится. Мне Батуми больше нравится. Вот такой Батуми приезжаешь, особенно береговая линия, прям Майами. Ну, да. Круто. Ну, да. Пальмы, бульвар. А Тбилиси, ну, обычный… Не море, ничего, да? Просто город. Ну, там, центр, где вот этот хрустальный мост, там, вот этот вот у них канатная дорога, вот в этом месте, да, прикольно. Типа старый город. Речка эта вечно грязная, кура течет. А так вот, если по городу покатаешься, ну, обычный наш, там, провинциальный российский город, ну, как-то, ничего особенного. А Батуми, вот он, видимо, ему изюминку дает именно вот это вот, то, что он на море, то, что… Ну, да, более курортный. Да, и то, что туда было вложено огромное количество денег, там, в период 2009 года, наверное, по, ну, там, правлению Саакашвили, скажем так. Да, 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 я помню. Ну, вот он прям нормально так поднял его. Очень красиво. Вот эти вот площадь Европы, площадь Пьяца. Да нет, в Батуми вообще очень много. Шикарно, очень красиво. Клёво. Эти здания по 56, там, по 60 этажей на берегу моря стоят. Думаешь, как ты стоишь? Кто ты такой? Да, там очень высокие отели. Я тут тоже, мы вчера гуляли, показывала, что для меня даже это шок. Ну, и не отель, а просто здание. Но в Батуми такой контрастный, вот мы со Славой гуляем, с Аней тоже смотрим, и то у тебя шикарное, такое красивое здание, и сразу же, рядышком, настолько вот нищий прям дом, что вообще. Чего ты хочешь? Ну, вообще давай еды какой-нибудь, да, возьмем? Пойдем купим, куда мы приедем. Да. Чего мы с пустыми руками? С кепкой. Слава кепку забыл на кладбище, представляете? Да. И она там и лежала. Сколько дней? Пять, шесть. Все дома, машины обыскал. Да, все обыскала, а она там лежала. Никто не тронул. Да. Вот это еще одна, кстати, фишка Грузии, что здесь на минимальном уровне вообще преступность. Здесь машины могут не закрывать, с открытыми окнами оставлять. Да, 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 я помню. Раньше это прям вообще было на таком, прям, ну, просто можно вообще открыто и с ключами к зажиганию оставлять. Сейчас все равно стало чуть-чуть вот так аккуратнее люди стали в этом плане, но все равно очень много машин открытых стоит припаркованных, никто не трогает. Ну да. В плане безопасности, да, здесь нормально. Но ты бы тут жить не смог. Мне скучно. Ага. И меня это раздражает, я с ума скажу вот это. Ну да, да. Привыкшие, мне кажется, те, кто в Москве живет на движухе такой постоянной, им тут сложно было бы. Нам, по крайней мере, сложно. Я вообще, в принципе, отдыхать не могу долго. Мы вот в Турцию ездили в июне 10 дней, я через, наверное, 7-8 дней я уже вешаться начал, хочу домой. Я не люблю отдыхать долго. Смотря какой отдых тебе просто, может, не подходит именно такой, где ты сидишь на месте и около басика, считай, или море крутишься. Да, вот это вот да. А когда движуха, поехать туда посмотреть, то вот… А медная тема, да, не мое. А вот если там что-нибудь, там какие-нибудь кореша, пацаны поехали туда-сюда, да. Ну да. Тогда да, тогда нормально. Ну вот за 5 лет, что я здесь не была, могу сказать, что здесь, ну, 100% что-то изменилось. Добавились какие-то рестораны, магазины. То есть все равно какого-то выбора стало побольше. Но что-то и испортилось. Мы так и не рискнули идти в наш любимый тот ресторан, в который ходили. Ну… Порто-Франко. Да. Порто-Франко испортился. Говорят. Мы ездили пару лет назад, тому прям очень плохо стало. Мы решили не испытывать судьбу. Это мы в Кабулете сейчас? Да. Как интересно тут. В Кабулете от начала до конца. Он длинный, в длину город идет вдоль побережья, и он составляет 12 километров. Ничего себе. От вокзальной площади и до речки Чулоки. Это река Чулоки, это граница Аджарии, там заканчивается Аджария, когда пересекаешь речку. А где ты еще, кстати, в Грузии был? Ну, в Кутаиси, наверное, да, был? Проездом был в Кутаиси. Мы как-то туда прилетали, по-моему. Я все время хочу съездить в Сванетию, высокогорную. Там очень круто. Но все что-то как-то мне лень. Да, да. Ты сюда с детства приезжал, да, пап? Меня сюда постоянно отправляли. Меня то сюда, то на Украину. Ага. На все лето. Ага. В Москве вообще я детство не проводил. И вот отсюда я с грузинским акцентом возвращался. А с Украины еле-еле переучивался с украинского. Ничего себе. Ты прям все лето проводила там и там. Да. И причем я украинский понимаю и грузинский понимаю. А когда я здесь ребенком был, потому что, ну, местные ребятишки плохо говорили по-русски. Ну, а в детстве ж ты впитываешь все как губка. Да. Я абсолютно свободно разговаривал на грузинском. Ну, потом со временем сюда не ездили. Лет 10-12 и что-то так все это подзабылось. А сейчас, когда так речь слышу, я в принципе понимаю, о чем идет речь. Но говорить мне тяжело, потому что я думаю на русском. Ага. Мне надо в голове это все перевести на грузинский, выстроить правильное предложение и потом это сказать. И пока я это все делаю, там уже тема поменялась. Ну, понятно. Вот еще отец прикалывался, я с двумя там своими родственниками, которые вообще по-русски не говорят. Они также русский понимают, как я грузинский. И вот я им говорю по-русски, они мне отвечают по-грузински. Он сидит, ржет, говорит, ну, два кадра, конечно. Ну, понятно, понимать понимаете, а сказать не можете. Ну, и нормально. Лучше тоже вариант, только поболтать. Ну, если что, не заблудимся. Да. Ну, вот я помню еще дедушка рассказывал, сейчас все меньше и меньше здесь русский язык знает молодежь. Раньше приедешь, ну, много кто по-русски говорил, а сейчас только вот реально взрослые. Долго мы едем так, это ты куда, в Смайл этот везешь? Да, просто мы медленно едем. А-а-а. Да, тут недалеко. У них, кстати, хороших чакули делают. Ну, значит, надо сегодня до моря прогуляться, хоть посмотреть. А то я в Кабулете не ходила до пляжа. Надо глянуть. Так что едем с папой вдвоем, болтаем, тусим. Манютка там дома спит. Надеюсь. Так, в Кабулете, папа говорит, вкусный ресторан вот такой. Смайл. Так что будете в Кабулете, приезжайте. Говорят, тут вкусные хачапури прям. Пацаны. Давай. Так, принесли наш заказ. Ну, пока готовили, мы с папой сидели болтали. И теперь поедем. Так, мы идем в Кабулете. Вот папа показывает дом какой-то продается. Не хотите купить? Продается. А там школа, да? Да. Левая больница будет дом. А-а-а. Слушай, а почему они вот такие делают, вот эти, железной отделкой железной? От влаги, да? От влаги. Да. Когда начинается шторм, всякая такая вот метель, пыль соленая с моря. И все разъедает, да? Ох ты, как быстро все взял. Все? А берем на мне? Дальше. А, ну вот там, кстати, овощи, фрукты. Держи. Вот так вот мы идем от дома. Вообще, тут чуть-чуть детей. Вот же Милин, да? Нам нужна ябленька. Блин, я, конечно, уже искупалась, но мы уже Анютку искупали в бассейне. Ей очень понравилось. Посмотрим, какой пляж стал в Кабулете. Что-то я помню, там вообще все такое разваленное было. Сейчас я еще помню, дедушка мне еще говорил, что там что-то починили. Вообще классно стало. Ага, кто-то шляпу потерял. Ребята, я в шоке. Да это вообще фазенда. Как тут круто сделали. Охренеть. Лучше бульвара вообще, как в Батуми. Ты посмотри, мы красивее. Только площадок тут, детка. Ты посмотри, елка. Надо было здесь жить. Как оставай? Да все. Ты наставай. Обалдеть. О, спасибо тебе. Аня, ну-ка хватит баловаться. Офигеть. Как тут классно. Дедушка, помню, говорил, что здесь... Ремонты всякие делают. Вон сколько там площадок классных. Я понимаю. Забрали у меня Анюту. Сказали, хочет она купаться. Смотри, чтоб не глотала. Аня! Ну ладно, пусть искупается. В Друбинском море. Анюта! Все купаются в море. Так, мы ушли с моря. Я, Анютка и Тимур. Тима накупался, сейчас следит. А мы сейчас идем в сторону детских качелей. Я вообще в восторге от того, что здесь сделали в кабулете. Аня тоже умеет лазить. Ну, мама волнуется. Не надо тут лазить. Ладно, Ань, пошли лучше на качели. Тим, мы на качели... Нет, там детские есть. Анюта обожает качели. А то она здесь ни разу на качелях не покачалась. Пошли на качели, Ань. Тут материал какой-то мягкий он. Да, специально. Продавливается он. Анечка, пойдем качели вон там. Слышишь? Все, пойдем. Я нашла тебе качели детские, наконец-то. Да, если бы мы жили в кабулете, наверное, Анютке было бы здесь прикольнее. Во-первых, братья мои рядышком веселили бы ее. Пошли вон туда вперед, качели. Пошли вон они. Да. Во-вторых, есть качели. Бабушка, которая котлетки тут делает на своей кухне, считай. В ресторанах то не так вкусно бывает. Аня, ты рада хочешь? Рада! Держись. Держись. Аньте! Аня! Аня в Грузии катается на качелях. С дядей своим. Да ладно? А что, тебя жмет, что ли? Очень. Ай, дядя! Аня! Аня! Ай! 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 Елена не под цел! Субтитры сделал DimaTorzok